я хотел бы начать лекцию с вопроса к марку и рону вопрос самый важный из тех которые мы рассмотрим сегодня что влияет на ваше решение вкладывать деньги или нет в ту или иную компанию ты первый у нас есть даже презентация об этом и пока мы разберемся с презентацией марк может начать рассказывать об этом хорошо повтори вопрос еще раз что влияет на ваше решение вкладывать деньги или нет в ту или иную компанию на решение вкладывать деньги в определенную компанию влияет огромное количество факторов я делаю это с 1994 года марк тогда еще только заканчивал университет в вилленойсе и знаете cv angel и ее все подразделения вложили деньги в 700 различных компаний и то что мы вложили деньги в 700 различных компаний значит то что нам пришлось физически пообщаться с несколькими тысячами предпринимателей и встречаясь с каждым из них я раздумывал надо огромным количеством различных вещей и у меня цель рассказать о некоторых из них и буквально в первую минуту нашей беседы я спрашивал себя реально ли этот человек лидер действительно ли он сфокусирован на том что делать и одержим ли он своим продуктом и поскольку первый вопрос который я обычно задаю что вас вдохновило создать этот продукт то я в результате надеюсь получить ответ что этот продукт каким-то образом связан с личной проблемой основателя стартапа и является решением этой проблемы далее я обращаю внимание на навыки общения потому что если в случае успеха вашего продукта вы собираетесь стать лидером и набрать команду то вы обязаны быть очень коммуникабельными и также иметь качество прирожденного лидера лидерству вам возможно придется обучиться но лучше взять все свои руки и быть готовым демонстрировать лидерские навыки я перейду к нашей презентации но пускай и марк что-то скажет toe да я полностью согласен со всем ранее сказанным существует много вещей связанных с этим вопросом о которых мы можем рассказать наша компанией возможно немного отличается от компании rana собственно мы все таки отличаемся том что вкладываем деньги на всех стадиях проекта мы вкладываем деньги на стадии первичного финансирования на стадии венчурного финансирования и на стадии роста распространения продукта кроме этого мы вкладываем деньги во всякие бизнес-модели в потребительскую предпринимательскую и во много других. Если вас заинтересует что-то конкретное, то можно больше углубиться в эти вопросы. Вот две общие идеи, которыми я хотел бы поделиться с вами. Первая — венчурный капитал поддерживает довольно мало стартапов, лишь те из них, которые полностью отличаются от своих конкурентов. И согласно статистике, ежегодно появляется около четырех тысяч компаний, которым необходимо венчурное финансирование, и приблизительно 200 из них будут профинансированы наиболее признанными венчурными фондами, и приблизительно 15 из них когда-нибудь получат по 100 миллионов прибыли. И эти 15 компаний за этот год сформируют около 97% возврата инвестиций для всего рынка венчурного капитала. Таким образом, в венчурном бизнесе вы либо относитесь к тем 15 компаниям, либо нет. Вы либо попадаете в двухсотку, либо нет. И главное, на что мы обращаем внимание, о каких бы критериях оценки стартапа ни шла речь — это кардинальное отличие вашего проекта от его конкурентов. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть и над которым мы много размышляли в нашей компании. Так вот, итак, у нас есть принцип вкладывать деньги в преимущества, а не в отсутствие недостатков. На первый взгляд, это кажется очевидным. Но на самом деле грань здесь довольно тонка. Знаете, стандартный способ определить, стоит или нет вкладывать венчурные инвестиции — это проверить стартап при помощи перечня из нескольких пунктов. Например, это хороший основатель, хорошая идея, хороший продукт, и хорошие первые покупатели. Таким образом, все выполняется, и поэтому следует вкладывать деньги. Но, применяя такой принцип, вы часто будете сталкиваться с такой ситуацией, когда хотя бы пускай и все пункты выполняются, но стартапу все равно чего-то не хватает, что могло сделать его на самом деле особенным. У него нет тех преимуществ, которые сделали бы его абсолютно уникальным. С другой стороны, компании с такими преимуществами часто имеют серьезные недостатки. Итак, один из самых важных уроков венчурного бизнеса — если вы не вкладываете деньги в идеи с серьезными недостатками, то вы не вкладываете деньги в большинство тех стартапов, которые со временем окажутся среди победителей. Можно привести кучу примеров, но нам бы пришлось вспомнить почти всех значительных победителей. Поэтому мы призываем вкладывать деньги в те стартапы, которые имеют на самом деле очень-очень существенные преимущества в соответствующих сферах и быть готовым смириться с некоторыми их недостатками. Я не буду долго задерживаться на презентации. И, встретившись впервые с инвестором, вы обязаны уметь рассказать одним убедительным предложением, которое вам необходимо отработать до автоматизма, чем является ваш продукт, чтобы инвестор, с которым вы общаетесь, мог сразу же представить себе этот продукт. Где-то в четверти случаев, беседуя с основателями стартапов, после их первого предложения я все еще не понимаю, что они делают. А поскольку с возрастом я становлюсь все менее терпеливым, то я говорю, подожди-ка, я еще даже не знаю, что ты делаешь, поэтому старайтесь здесь достигнуть совершенства. Теперь я хотел бы перейти к следующему столбику. Вы должны быть решительными. Достичь успеха можно только принимая решения. Затягивать с решениями – это наибольшее зло для стартапов. Поэтому пускай, что бы вы ни делали, но вам необходимо все время двигаться вперед. Будь это приглашение кого-то на работу или будь это увольнение кого-то. Решать здесь необходимо быстро. Очень важно собрать сильную команду. Когда у вас есть хороший продукт, то самое главное создать его и собрать сильную команду. Паркер, ты мог бы рассказать нам, каким же был твой этап первичных инвестиций и что бы ты сделал иначе, пытаясь получить финансирование? Да, конечно, сейчас отвечу. Что касается получения финансирования, то в моей компании на стадии первичных инвестиций все происходит довольно быстро. Но вот вам один из уроков, который я сам получил раньше. Я основал компанию, в которой проработал шесть лет. И мы с другом-сооснователем предлагали свою идею почти всем венчурным компаниям Кремниевой долины. Мы в прямом смысле слова ходили к каждой из 60 различных компаний. И все они отвечали нам «нет». Мы все время пытались понять, как нам улучшить нашу презентацию, слайды, как откорректировать свой рассказ и так далее. И вот один раз, когда я предлагал свою идею Хосла Ventures, то один венчурный инвестор помог мне все осознать. Ему необходимы были какие-то конкретные материалы с анализом, которых у нас на то время не было под рукой. И тогда он сказал «Парни, вы не поняли, если бы вы были такими, как те ребята из Твиттера, то вы могли бы прийти полялякать и что-то предложить нам, и мы бы вложили в вас деньги. Но вы не такие, поэтому вы должны рассказать нам все как можно более понятнее. Подготовить все необходимые материалы» и так далее. Таким образом, я пришел к выводу совсем противоположному тому совету, который, как я считаю, хотел дать мне тот человек. Я решил, что необходимо придумать, как стать такими особенными, как ребята из Твиттера. И только так все работает. Поэтому, честно говоря, одной из причин, почему я основал свою компанию, это одна из вещей, которые мне нравятся в Zenefits. Это то, что эта компания выглядит как полноценное предприятие. «Знаете, я был таким разочарованным, напрасно пытаясь два года получить финансирование от венчурных инвесторов, что даже махнул рукой. Да черт с ними! И не стоит рассчитывать на то, что тебе достанется некий венчурный капитал. И компания, которую я основал, выглядела полноценной. И, возможно, я мог бы обойтись вообще без привлечения инвестиций. Такой путь был возможен. Наши денежные потоки выглядели вполне достаточными для этого. И оказалось, что именно в такие компании инвесторы и любят вкладывать деньги. И далее все получилось невероятно легко. Таким образом, я считаю, что Сэм чересчур полистил мне, назвав меня экспертом по привлечению инвестиций. Я не думаю, что я очень хорошо разбираюсь на привлечении инвестиций. Возможно, в этом я разбираюсь хуже, чем в других сферах моей деятельности. Но я считаю, что если вы можете построить бизнес, где все двигается в правильном направлении, если вы можете быть как те ребята из Твиттера, то все остальное уже не важно. А если вы не можете быть как ребята из Твиттера, то довольно тяжело достичь успеха при помощи чего-то другого. Почему тот инвестор советовал вам быть похожими на парней из Твиттера, если на протяжении двух лет их сайт постоянно был перегружен и на нем появлялась ошибка «Twitter fail fail», потому что Твиттер был успешным? Еще хочу добавить, если есть возможность, то пробивайтесь своими силами. Недавно я встретил одну из самых лучших основательниц стартапа в мире технологий. И сейчас она создает новую компанию, и на мой вопрос, когда ты собираешься привлекать инвестиции, то она ответила «Возможно я этого совсем не буду делать, это просто прекрасно», сказал я «Всегда пытайтесь пробиваться своими силами». Я вообще-то собирался закончить с этой темой, но скажу вам еще несколько слов, потому что мне кажется, что Паркер только что сообщил нам довольно важную вещь, которую вы навряд ли еще когда-нибудь услышите. Я тоже хочу рассказать об этом. «Самый лучший совет, о котором я когда-либо прочитал, и о котором я всегда рассказываю людям в подобных ситуациях, принадлежит комику Стиву Мартину, которого я считаю настоящим гением. Он написал прекрасную книгу о начале своей карьеры, очевидно очень успешной. Книжка называется «Born Standing Up», «Рожденный быть комиком». Она небольшая и описывает, как он собственно и стал тем самым Стивом Мартином. И отвечая на вопрос в своей книге, что же является ключом к успеху, то он говорит «Знаете, ключ к успеху это быть настолько хорошим в чем-то, что на тебя просто нельзя не обратить внимания». И вся наша беседа ведется вокруг того, как же привлечь инвестиции. Но в определенном смысле это не так уж важно, потому что если вам получится, как и Паркеру, создать необычайно успешное собственное дело, то инвесторы забросают вас деньгами. А если вы придете со своей теорией или планом без каких-либо данных, как и тысячи других стартаперов, то получить финансирование будет намного тяжелее. Положительный взгляд на это заключается в том, что инвестиции придут, если вы будете настолько хороши, что вас не смогут просто так проигнорировать. Что же касается отрицательного взгляда или же предупреждения, то мне кажется тяжело об этом говорить. Но я принимаю кучу лекарств, поэтому я буду рассказывать об этом дальше. И пускай будет как будет. И знайте, получить венчурное финансирование – это самое легкое из того, с чем основателю стартапа придется столкнуться. Нанять команду разработчиков, торговать с большой компанией, добиться роста распространения продуктов в потребительском бизнесе, получить прибыль от рекламы – это почти все, с чем вам придется столкнуться. И всего этого добиться намного тяжелее, чем получить венчурное финансирование. Поэтому я считаю, что Паркер абсолютно прав в том, что он сказал. Если вы попадаете в ситуацию, когда у вас возникли трудности с привлечением инвестиций, то это возможно еще не самые большие трудности сравнительно с теми, с которыми вам еще придется столкнуться. Очень важно никогда об этом не забывать. Часто говорят, что на самом деле привлечь деньги – это не успех, и это новый этап развития вашей компании. И я считаю, это правда. Когда вы привлекли инвестиции, то вы просто получаете возможность сделать все вот те намного сложные вещи, что были ранее. Я задам вопрос, который имеет отношение к тому, о чем ты уже сказал – что основателям стартапов, по твоему мнению, необходимо изменить в своем подходе для привлечения инвестиций. В частности, Марк вспомнил об отношении между деньгами и также инвестициями. Да, я считаю, что самое важное, чего так не хватает предпринимателям, и в этом, возможно, и наша вина, поскольку мы не так часто об этом говорим, как во время привлечения средств, так и во время управления компанией, так это понимание отношений между риском и деньгами, то есть отношений между риском и полученными деньгами, и отношений между риском и потраченными деньгами. Я всегда был сторонником того, чему Энди Рэклифф обучил меня много лет тому назад, он называет это «луковой теорией риска». Согласно ей, стартап с первого дня его существования необходимо рассматривать как таковым, который имеет все возможные риски, и вы можете составить их список. Это может быть риск того, что основатели компании не смогут работать вместе, риск того, что вы не сможете создать ваш продукт, риск того, что для того, чтобы все работало, вам может понадобиться дополнительное техническое оборудование или технологический прорыв, риск запуска проекта, то есть не провалится ли запуск, риск того, как рынок воспримет ваш продукт, риск отсутствия прибыли, и если вы работаете на рынке, где необходимо много тратить на продажах, то возникает большой риск того, что вы не сможете продавать продукт по цене, достаточной, чтобы компенсировать затраты на его продажу. Или если ваш продукт потребительский, то существует риск отсутствия распространения продукта. В самом начале ваш стартап – это, собственно говоря, долгий-долгий перечень этих рисков. И процесс управления стартапом включительно с привлечением инвестиций, мне кажется, процессом постепенного снятия этих слоев разных рисков. Таким образом, вы получаете первичные инвестиции, чтобы снять первые два-три риска. Такие как риск развала команды, риск неспособности создать продукт, и, возможно, риск неудачного запуска продукта. То есть, вы получаете инвестиции на стадии A, чтобы снять последующий слой рисков, которые связаны с продуктом, возможно, риски связаны с набором команды, поскольку у вас уже сформирована команда разработчиков, то, возможно, риски отсутствуют клиентов, поскольку у вас уже есть первые пять клиентов. И таким образом, вы постепенно избавляетесь от рисков, и вы избавляетесь от них, и достигаете определенных этапов развития вашего проекта. А достигая этих этапов, вы развиваете свой проект, и в то же время оправдываете привлечение дополнительного капитала, не так ли? И таким образом вы приходите к таким инвесторам, типа как мы, и продвигаете свою идею. И говорите, что хотите получить финансирование стадии B. И самый лучший способ этого достичь, это сказать, я получил первичное финансирование, и я достиг такого-то результата и устранил такие-то риски. Теперь я хочу получить инвестиции на стадии B. Вот чего я хочу достичь, вот какие у меня есть риски, и когда мне необходимы будут инвестиции на стадии C, то я буду находиться в таком вот состоянии. Потом вы точно подсчитаете, сколько денег получили и потратили их на риски, которые необходимо было устранить в вашем бизнесе. Это может казаться очевидным, но я рассказываю обо всем этом, потому что это системный подход к пониманию того, как необходимо привлекать и также использовать денежные средства, особенно сравнивая с тем, как основатели стартапов часто думают об этом сегодня. О боже, мне нужно собрать как можно больше денег, чтобы потом построить роскошный офис и нанять как можно больше сотрудников, и возможно тогда мне повезет. Вот, а я расскажу о тактике ваших действий, и ни в коем случае не просите подписывать договор о неразглашении. Теперь нас не часто об этом просят, потому что большинство основателей осознали, что когда вы в самом начале отношений просите подписать договор о неразглашении, то вы по сути говорите человеку «я тебе не доверяю». «Отношения между инвестором и основателем стартапа содержат в себе много доверия». И безусловно, самая большая ошибка, по моему мнению, это то, что много вещей не фиксируется письменно. Я советую процесс привлечения инвестиций проводить как можно быстрее и как можно эффективнее. Не нужно зацикливаться на этом. Основатели стартапов непонятно почему радуют свое самолюбие, считая получение инвестиций своей личной победой. «На самом же деле, как сказал Марк, это маленький шаг на вашем пути, и это базовый шаг, и старайтесь сделать его как можно быстрее». Но когда вам кто-то из инвесторов уже пообещал финансирование, то вы садитесь в свою машину и сразу же едите в офис и пишите ему электронное письмо, чтобы он подтвердил то, о чем только что вы с ним договорились. Потому что многие инвесторы имеют довольно короткую память, и они забывают о том, что обещали вам финансирование. Или же забывают оценочную стоимость вашей компании, забывают, что им нужно найти еще соинвесторов. Избавиться от всех этих проблем можно при помощи документирования вашей встречи. А если инвестор попытается увиливать, то вы просто пересылаете ему письмо и говорите «Мы так не договаривались». На такие электронные письма инвесторы так или иначе отвечают. Поэтому фиксируйте все письменно, и на встречах конспектируйте и подводите итоги всему важному. Я хотел бы поговорить более детально о тактических моментах. Как вообще происходит весь процесс получения инвестиций? Можно писать электронные письма просто вам, или сперва основателя стартапа кто-то должен вам порекомендовать. Сколько встреч необходимо, чтобы принять решение? Как вы определяете условия договора? И когда основатель может попросить у вас чек? Это около 5-6 вопросов. Рон расскажет нам о стадии первичных инвестиций, не так ли? Да, да, верно. Итак, CV Angel вкладывает деньги в стартапы на первичной стадии. И мы хотим быть самым первым инвестором. Теперь мы, как правило, вкладываем в стартапы от 1 до 2 миллионов долларов. Раньше вкладывали только миллион. Поэтому если мы вкладываем 250 тысяч, то это значит, что вместе с нами проект финансируется еще пятью или шестью инвесторами. Сейчас в CV Angel работает 13 человек. Я больше не провожу комплексные юридические оценки. И не отбираю больше стартапов. Я только помогаю с большими проектами, портфельным компаниям, которые начинают расти. Но у нас есть целая команда, которая обрабатывает всю информацию. В CV Angel мы вкладываем деньги в одну компанию из 30 претендентов, которых мы просматриваем и одобряем приблизительно по одной заявке еженедельно. Что интересно, мы не одобряем холодные заявки, без предварительного контакта. И сейчас наша сеть контактов настолько огромна, что мы в основном ориентируемся на нее. Мы оцениваем ваши возможности, а это значит, что вы должны прислать довольно очень короткое резюме вашего проекта. И если оно нам понравится, мы будем голосовать, хотя я уже не беру участие в этих встречах. И решаем, будем ли мы вам звонить или нет. И в этом процессе очень важным фактором является время. Если достаточное количество членов команды CV Angel считает, что нам интересен проект, то назначается человек, обычно кто-то наиболее опытный в соответствующей отрасли, который позвонит этому основателю. И если телефонный разговор удался, то ура! Мы хотим с вами встретиться. И если CV Angel приглашает вас на встречу, то значит, у нас есть намерение вложить в вас деньги. Если встреча происходит удачно, то мы проверяем репутацию компании, реально ли основатель ничего не скрывает от нас. И хорошо ознакомливаемся с компанией, с рынком, на котором она будет работать. И тогда принимаем решение, вкладывать ли деньги или нет. А потом начинаем помогать привлекать других ценных инвесторов, чтобы они также стали частью синдиката. Потому что мы хотели бы, чтобы другие инвесторы этой компании также стали большими ангелами инвесторами при условии, что мы будем иметь одинаковый объем работ в проекте. Итак, я расскажу вам немного о стадии венчурного финансирования. И стадию A начать, возможно, следует с того, что нужно честно признать, на стадии A самые лучшие венчурные инвесторы вкладывают только в два типа компаний. Первый – это если перед тем компании удалось привлечь первичные инвестиции. Поэтому мы почти всегда вкладываем деньги в компанию на стадии A, если она получила 1 или 2 миллиона от Рона или тех, с кем ему нравится работать. Кстати, чтобы было понятно, практически всегда это бывает от Рона, или тех, с кем он любит сотрудничать. Поэтому, если вы стремитесь получить инвестиции на стадии A, то самое первое, что вам необходимо сделать, это привлечь первичные инвестиции. Предпочтительно это путь для того, чтобы пойти дальше на этом этапе. Время от времени мы идем навстречу компаниям, которые не привлекли первичных инвестиций. Собственно, это происходит только тогда, когда этот основатель стартапа уже достиг успеха ранее, и почти наверняка это кто-то, с кем мы работали раньше. Недавно так и произошло, и мы объявим об этом соглашении через несколько недель. «Это основатель компании, где я был ангел-инвестором, и Рон тогда, кажется, также работал с нами. Это был 2006 год. Компания достигла успеха и в конце концов была поглощена другой большой компанией, и теперь эта команда начинает свое новое дело. В этом случае мы переходим сразу же к финансированию на стадии A. Потому что ребята довольно известны и также имеют готовый план. Но это скорее исключение. Почти всегда сперва должны быть первичные инвестиции. И еще одна вещь, о которой я уже упоминал, подобно тому, о чем только что рассказывал Рон, что мы ежегодно получаем около 2000 предложений через нашу рекомендательную сеть. И очень большой процент среди них это компании, которые получили первичные инвестиции. Поэтому, безусловно, самый лучший способ хорошо зарекомендовать себя перед венчурными компаниями, которые предоставляют финансирование на стадии A, это получить первичные инвестиции. Или же пройти что-то по типу Y-комбинатора. Давайте поговорим об условиях соглашения. На какие из них основателям необходимо обращать наибольшее внимание. И как им следует вести переговоры. Возможно, пускай Паркер расскажет нам об этом. Конечно. На стадии первичных инвестиций самое важное – это возможность выбрать правильных инвесторов, поскольку они станут основой для получения денег, и рекомендуют вас на последующих стадиях. Я считаю, что от правильной рекомендации зависит довольно многое. Поэтому, если вы получите довольно хорошую рекомендацию от человека, к которому венчурный инвестор имеет доверие и уважение, то вероятность того, что все пройдет гладко, намного выше, чем если бы вы имели ничем не определяющую рекомендацию от незнакомого инвестора у человека. Поэтому, возможно, наилучшее, что вы можете сделать на стадии первичных инвестиций – это найти правильного инвестора. А как же узнать, правильно это инвестор или нет? Это довольно тяжело. Один из самых лучших способов – это попасть в YC. И они делают доброе дело, рассказывая вам все, что они знают о том или другом инвесторе, и помогают вам здесь сориентироваться. Как по мне, то я оказался не совсем точным в том, что называется инвестициями в людей. Информация должна быть наиболее полезной. И YC нам очень помог, когда мы привлекали инвестиции. Они дали нам, возможно, самые лучшие рекомендации. А люди, которые мне казались нормальными, но которых YC оценил не очень высоко, то они на стадии первичного финансирования вели себя как настоящие ничтожества. Когда-то мы опубликовали даже имена некоторых из них. О боже, много людей огорчатся. Итак, что же ты думаешь относительно переговоров? Как правильно оценить свою компанию? Знаете, когда я начинал и когда я привлекал первичные инвестиции, то я об этом ничего не знал. Мы говорили об этом, я сперва немного завышал оценку. Как вам известно, внутри Y-комбинатора существует так называемый демо-день, когда на компанию приходит посмотреть много инвесторов. И сперва я оценил капитализацию компании в 12 или 15 миллионов долларов. И капитализация и оценка рыночной стоимости компании – это не совсем одно и то же самое, но это довольно близкие показатели. И все сказали, что это полная чушь, дурость, и что я взялся не за свое дело. Поэтому я стал постепенно сбрасывать цену. За несколько дней я решил получить 9 миллионов. И оказалось, что я каким-то образом пересек магический порог объемом первичного финансирования – ниже 10 миллионов. Казалось, что на этом раунде спрос на капитализацию в 9 миллионов практически не ограничен. То есть, 12 миллионов мне никто бы не заплатил. Но на 9 миллионах мне казалось, что я мог бы получить 10. И я получил финансирование приблизительно через неделю от того момента, как пересек этот порог. Величина этого порога со временем изменяется. Но инвесторы, особенно на стадии первичных инвестиций, ни за что не предоставят финансирование выше определенного уровня, потому что считают это сумасшествием. Существует приблизительный диапазон, в пределах которого инвесторы готовы предоставить финансирование. И остается только определить его и получить деньги, которые вам так необходимы. И не привлекайте средства больше, чем вам необходимо. В конце концов, для компании не столько уж важно, сколько средств вам удастся привлечь – 12, 9 или 6 миллионов. Существует ли максимальный размер части, какой основатели делятся с инвесторами на стадии первичных инвестиций в стадии A? Я не знаю точных правил, и дело в том, что все выглядит довольно нечетко, особенно для стадии A. Вы, возможно, продаете от 20 до 30% компании, потому что венчурных инвесторов больше интересует их часть в компании, чем размер инвестиций. Поэтому и получается, что со временем компании привлекают очень большие инвестиции, потому что инвесторы говорят – послушай, мы хотим иметь часть в компании не меньше 20%, но мы и заплатим больше. Если доля будет выше 30%, то может получиться так, что в таблице капитализации не хватит места для всех, и все вкладывается в этот диапазон, и ничего с этим не поделаешь. И относительно стадии первичных инвестиций я хочу заметить, что я слышал такое мнение, что преимущественно эта доля должна составлять от 10% до 15%. Так говорят люди. И вот что я слышал. Согласен, и я думаю, что важно разобраться с этой стадией, но я считаю, что с самого начала основатель должен задать себе вопрос – с какого момента моя доля в компании начинает демотивировать меня? Потому что если на стадии первичных инвестиций, посевной стадии, доля инвесторов в компании составляет 40%, то я спрашиваю основателя – ты понимаешь, что ты облег свою компанию на провал. Под твоим руководством остается меньше 5% компании, если это нормальная компания. Поэтому эти показатели довольно важны. И отдавайте не больше 10-15%, потому что в ином случае для вас и вашей команды ничего не останется, а всю работу выполняете именно вы. На протяжении последних 5 лет мы сталкивались с несколькими интересными компаниями, с которыми решили не вести бизнес просто из-за того, что их таблица капитализации не была приведена в порядок. «Была компания, в которой мы хотели вложить деньги, но сторонние инвесторы владели 80% компании на момент проведения переговоров. Компания была относительно молодой, они продали слишком большую долю компании за первые две стадии. И нас буквально волновало то, что подобная структура компании демотивирует команду. Ещё один вопрос перед тем, как передать слово аудитории. Вопрос Крону и Марку. Расскажите, пожалуйста, о своих самых успешных капиталовложениях». «Все, кроме Zenfits?» «Да, верно» «Для меня это однозначная инвестиция в Google в 1999 году. Мы получили настоящий гугловский возврат инвестиций. На английском Google это число равняющееся десяти в сотой степени. Это забавно. Я познакомился с Google через профессора Дэвида Черитона из Стэнфордского университета, который всё ещё преподавал здесь информатику. Он стал ангелом-инвестором для Google и одним из инвесторов вашего фонда. И в качестве услуги в ответ наши инвесторы обязаны были рассказать о всех интересных компаниях, которые им были известны. Нам повезло, что Дэвид Черитон был инвестором в нашего фонда, потому что у нас обнаружился доступ к информации по тем проектам, которые были созданы на факультете информатики. Мы были на приёме у VVK VATHVI, где необходимо было быть в смокинге. Ненавижу смокинге. Я подошёл к Дэвиду, и мы пожаловались друг другу на нашу одежду. Потом я поинтересовался у него, что происходит в Стэнфорде. Он ответил, что есть один проект под названием BackRub – система поиска веб-страниц, которая основывается на ранжировании и релевантности страниц. Сегодня ранжирование и релевантность для каждого кажутся очевидными вещами. А тогда, в 1998 году, это не было очевидным. Но разработчики создали продукт, основанный на алгоритме ранжирования под названием PageRank. Это был алгоритм, который считал, что если данный веб-сайт посещает много пользователей, и другие веб-сайты направляют к нему пользователей, то на нём должно происходить что-то интересное. Таким был начальный алгоритм, и силой что двигала его была релевантность. Поэтому я сказал Дэвиду, что я должен встретиться с этими людьми. Он мне ответил, что я не могу с ними встретиться, пока они не будут готовы. Я звонил им ежемесячно на протяжении пяти месяцев, и в результате назначил встречу с Ларри и Сергеем. И уже в тот момент у них была чёткая стратегия. Они сказали, что позволят мне вложить в них деньги, если я договорюсь с фондом Sequoia, которые были инвесторами компании Yahoo. А поскольку мы поздно вышли на рынок, то они хотели быть уверены, что сотрудничают с Yahoo. Таким образом я получил возможность вложить деньги в Google. Я расскажу другую историю о компании Airbnb, в которой мы сделали инвестиции не на раннем этапе, а на стадии роста. В 2011 году на первом этапе существенного финансирования в Airbnb оценочная стоимость компании составляла миллиард долларов. И мне кажется, что эта компания станет одним из примеров наиболее потрясающего роста за всю историю. Я думаю, что компанию ожидает большое будущее, и я расскажу вам её историю. Потому что успех Airbnb заключается совсем не в гениальности её основателей. Мы не обратили на них внимания. Не помню, чтобы мы даже встречались с ними впервые. Возможно, этим занимался один из наших сотрудников. И как я уже сказал, венчурный капитал, как правило, достается стартапам, не похожим на своих конкурентов. Одним из самых важных признаков такого бизнеса является то, что довольно часто их идеи первоначально кажутся сумасшедшими. Если составить список самых сумасшедших идей, то создание веб-сайтов, благодаря которым люди могли бы проживать у вас дома, стояло бы на первом месте. А второе место среди дурацких идей заняло бы создание веб-сайтов, благодаря которым вы могли бы жить в чужом доме. И Airbnb органически воссоединил эти две неудачные идеи. Таким образом получается, что они открыли абсолютно новый вид заработка на недвижимости. Они открыли это ошеломительное глобальное явление. Поэтому этот факт частично доказывает, что мы сделали ошибку при первичном анализе идеи. И статистика таким же образом, как и действия клиентов, доказывает, что мы совсем оказались неправы. Именно поэтому одним из подходов нашей фирмы является финансирование на различных стадиях. Потому что таким образом мы можем исправить свои ошибки и как следствие заплатить больше, чтобы войти в бизнес, если мы провалились на раннем этапе. Также хочу заметить, что мы так высоко оценили эту компанию по той причине, что к тому моменту мы провели много времени с основателями, с Брайаном, Джо и Нейтом. И один мой друг сказал мне, что когда люди двигаются вверх по карьерной лестнице, то они все больше получают масштабные задания. И в какой-то момент эти задания становятся чрезвычайно большими. В результате часть людей вырастает из своей работы, а на другой части работа просто рвется. Здесь разница является существенной. На каком-то этапе некоторые просто теряют голову. Одним из показателей невероятно успешной компании с быстрым ростом, типичным примером которой считается Airbnb, было то, что ее молодые основатели никогда не опережали события. Мы думали, как они собираются проводить такие масштабные глобальные операции. Мы были просто потрясены и остаемся потрясенными до сих пор каждый раз, когда имеем дело с этими ребятами. Насколько они повзрослели и какой значительный рост они продемонстрировали. Кажется, что они взрослеют, становятся рассудительными и скромными в меру своего роста. Мы были рады за них не только потому, что их бизнес процветает, но и потому, что эти ребята теперь могли что-то создавать и очень хорошо управлять своими делами. Меня часто спрашивают, почему, по моему мнению, компания Airbnb является такой успешной, и я отвечаю людям, что причина этого заключается в том, что все три ее основателя являются равноценными партнерами, а это является редкостью. Если взять Google, например, то в этой компании один основатель немного лучше другого. Просто он и является генеральным директором, как это есть в каждой компании. Я думаю, это спорный вопрос. И почему я обращаю на это внимание? Каждая компания должна иметь своего SEO, гендиректора. Почему я так говорю? Когда вы основываете компанию, то вам необходимо найти сооснователя, который был бы таким, как вы, или даже лучше. И если вы это сделаете, то ваши шансы на успех вырастут в геометрической прогрессии. Вот почему Airbnb стала настолько успешной за такой короткий промежуток времени. Ситуация с Марком Цукербергом и его компанией Facebook является феноменом. Да, соглашусь, что у него есть прекрасная команда, но эта команда потрясающе отличается от всех остальных, потому что она держится на одном человеке. И таким образом, когда вы основываете свою компанию, то обязательно найдите выдающегося сооснователя. Теперь вопрос от аудитории. Согласно общепринятой точки зрения, целью привлечения финансирования является необходимость развития. Но чем больше мнений я слышу, то чаще встречаю другие взгляды на привлечение инвестиций. Часто говорят, что основатели считают это скорее стимулом для достижения лучшего результата. В худшем случае это наем работников поглощения, то есть поглощение компании с целью приобретения талантливых сотрудников. И для избежания полного провала в худшем случае выбирает наем работников поглощения. И насколько правильно является такая точка зрения. Если вы берете хороших инвесторов с хорошими связями и с опытом работы в сфере деятельности вашей компании, то они дадут что-то более ценное, чем просто деньги. Нужно искать только таких инвесторов. Конечно такая точка зрения правильная, но в некотором смысле это не настолько важно, потому что не можно спланировать всевозможные неудачи. В конце концов, это не тот вариант развития событий, на который вы рассчитываете. Несмотря на то, что такое может произойти. Но это как правило не играет большой роли при принятии решений. Это конечно может повлиять на выбор инвестора при поиске объектов финансирования, но не должно быть настолько важным при привлечении клиентов в целом. А в капиталоемких отраслях не всегда наблюдается такой именно стремительный рост, как в IT-отрасли, что необходимо знать основателям в подобных компаниях и как им преодолеть демотивацию, поскольку не все же занимаются программным обеспечением или вирусными проектами, то есть проектами широкого распространения. Я бы здесь кое-что добавил по поводу замечаний касательно луковой теории риска и соотношения рисков с деньгами. Чем больше в бизнесе капитала, то тем более придирчиво вы должны относиться к определению последующих результатов и рисков, а также к тому, что именно необходимо вашему бизнесу для процветания. В этом случае необходимо все тщательно спланировать, потому что риск неудачи может быть слишком высоким. Нужно четко определить, чего вы можете достичь на стадии A и какой именно результат на этой стадии будет считаться успешным. Если вы привлечете много инвестиций на стадии A, то у вас появится много неприятностей в дальнейшем, поскольку при получении финансирования на последующих стадиях доля инвесторов, что накапливается, становится слишком большой. Поэтому необходимо быть максимально точным на каждой стадии и привлекать максимально близкий к необходимому уровню объем финансирования. Кроме этого необходимо быть максимально точными и также искренними в беседе с инвесторами о рисках и результатах, которые ожидаете достичь. Между прочим, это очень важно, и если вы приходите в нашу фирму с продуктом по типу Твиттера или Пинтереста, который становится все больше популярным и демонстрирует успех и также имеет огромный потенциал, то тут все довольно просто. Мы не задумываясь вложим в вашу компанию деньги. Но если вы приходите с интересной идеей, в которой необходимо вложить 300 миллионов долларов на протяжении последующих 5 лет, возможно разделенных на 5 стадий, конечно у нее есть потенциально хорошие перспективы. Но это не Твиттер, мы все-таки еще инвестируем в подобные идеи. Но высокий профессионализм команды играет намного большую роль. Одним из способов продемонстрировать свои высокие профессиональные навыки является качественный план финансирования. И возвращаясь к Стиву Мартину, скажу, будь настолько профессионалом, чтобы на тебя было невозможно не обратить внимание. План финансирования должен быть четким и ясным. И в капиталъемких отраслях существует несколько способов одолжить деньги, кроме венчурного капитала. Вы можете получить венчурный заем, а после того использовать лизинг. Но потом снова будут необходимы высокие профессиональные навыки. Если хотите получить заем, то необходимо четко показывать, как вы управляете компанией. Иначе можно просто прогореть при займах и разорить свою компанию. Это очень трудоемкий процесс, который требует более высокого уровня управления, чем типа в последующем снэпчете. По какому признаку можно определить, что с инвестором не стоит иметь дело? Если он – полная противоположность тому, о чем я рассказывал, каким бывает хороший инвестор. Это противоположность тому, что я говорил о хорошем инвесторе. Если инвестор не имеет опыта работы в сфере деятельности вашей компании, не имеет связи, которые помогут вам завязать знакомства для дальнейшего развития бизнеса и для привлечения инвестиций на стадии А, то у такого человека не стоит брать деньги. Особенно, если инвесторы хотят войти в дело только для того, чтобы заработать. Таких людей можно довольно быстро распознать. Если ваша компания успешна, то, как минимум, если мы готовы вложить в нее свои деньги для создания большой франшизы, то мы говорим о пути длиной в 10, 15 или 20 лет. Заметьте, что 10, 15 или 20 лет – это дольше, чем средняя длительность брака в США, и это многое о чем говорит. И выбор главных инвесторов, которые будут брать участие в управлении компанией, так же важно, как и выбор спутника жизни. С этими людьми вам придется жить, сотрудничать, рассчитывать на них и работать в условиях высокого уровня стресса и проблем на протяжении длительного времени. И это важный момент, на который я постоянно обращаю внимание. Некоторые в это верят, а некоторые нет. И если все идет как нужно, то неважно, кто является вашим инвестором. Но почти никогда не бывает все гладко. Даже в больших и успешных компаниях. И даже в Фейсбуке постоянно возникают разнообразные проблемы. Проводится бесчисленное количество напряженных встреч, дискуссий и вечерних совещаний, когда на карту поставлены будущей компании. И все должны работать как один организм, придерживаться одних и тех же самых целей, двигаться в одном направлении, разделять мнения других, чтобы выдержать бурю, которая надвигается на вашу компанию. И можно заметить большую разницу между основателями-новичками и опытными основателями. Кстати, вторые относятся к этому намного серьезнее после того, как один раз прошли сквозь все это. Поэтому чрезвычайно важным есть то, кто же является твоим партнером. Это очень похоже на семейные отношения и требует немало времени и усилий, чтобы понять, с кем вам придется сотрудничать. Необходимо действительно потратить много времени, чтобы понять, с кем заводить партнерство. И это является более важным, чем выбор между лишними 5 миллионами долларов рыночной стоимости и чеком в 2 миллиона долларов. Твои аналоги с браком великолепны, и в CV Angel мы относимся к этому следующим образом. Если инвестируешь в предпринимателя, то делай это до конца. Если мы приняли правильное решение, то мы будем делать вклад в каждую компанию, которую основали те люди, которые нам нравятся. И тот, кто стал предпринимателем, один раз остается им навсегда. Мы на самом деле также сравниваем это с браком. Мы инвестируем пожизненно. На нашей первой встрече я часто задумываюсь, уважаю ли я этого человека и может ли он меня чему-нибудь научить. Иногда на встрече с венчурными инвесторами тебе кажется, что до них все медленно доходит, и они ни в чем не разбираются, а иногда ты приходишь к ним и они открывают тебе весь смысл твоего бизнеса. Поэтому, когда ты идешь туда, то тебе кажется, что хоть они и не дали тебе инвестиций, но это время было настолько полезным, что теперь у тебя есть ясная картина того, что и как тебе необходимо делать. И появляется четкое представление того, как будут выглядеть твои ближайшие несколько лет. И если вам хочется, чтобы этот человек брал участие в деятельности компании, даже если у него нет с собой чековой книжки, то это хороший знак. Если же такого желания не возникает, то это плохой знак. Что ограничивает вас от выбора количества компаний, в которые вы инвестируете? Время, деньги или недостаток хороших компаний? В ICV Angel нас устраивает объем в одну компанию в неделю. У команды из 13 человек больше не получится сделать. Поэтому дело состоит в количестве компаний. Рон, если бы у тебя было в два раза больше времени, ты бы инвестировал в два раза чаще? Я бы не советовал так поступать. Я бы лучше просто поддержал уже имеющиеся компании. Кроме того, в ICV Angel прописана политика разрешения конфликтов. В ICV Angel у нас есть такая политика разрешения конфликтов. Но когда все-таки доходит до конфликта, то это обычно происходит из-за того, что компания сменила структуру. И, как правило, мы не инвестируем в компании, между которыми присутствует явная открытая конкуренция. А если инвестируем, то сообщаем о конфликте интересов обе компании. И на определенном этапе необходимо понимать, что мы в любом случае не знаем стратегии развития продукта компании. Мы можем не владеть тайной информацией, но в нашей политике разрешение конфликтов идет речь о таком важном слове как доверие. Другими словами, нас ожидает неудачное начало, если мы не будем доверять друг другу. В ICV Angel отношения между нами и предпринимателями держатся на доверии. Если человек нам не доверяет, то ему не стоит с нами сотрудничать. Вернемся к главному вопросу про ограничения. Мы часто его обсуждаем в нашей фирме. Главным ограничением для ведущей компании, которая специализируется на венчурных инвестициях, является понятие альтернативных затрат. Это значит, что в то время как вы что-то делаете, то вы теряете возможность сделать что-то еще. Это не величина затрат в случае, когда мы инвестируем 5 миллионов долларов в компанию, и она приходит в упадок, и мы теряем деньги. Мы не волнуемся по поводу убытков, потому что теоретически наши компании-победители их нам возместят. Волнует нас то, что каждая инвестиция, которую мы предоставляем, тянет за собой два типа последствий для нашей компании. Первый тип последствий касается потенциального конфликта интересов. Суть нашей политики финансирования на стадии роста заключается в том, что мы не инвестируем в компании, которые являются конкурентами. Мы инвестируем лишь в одну компанию из данной группы. То есть, если мы инвестируем в MySpace, а через год успеха достигает Facebook, то мы просто остаемся в пролете. По-другому не получается. И каждый раз, когда мы инвестируем в компании, то мы тратим возможность инвестировать в другие компании из той же самой группы. И это довольно сложная тема для обсуждения внутри компании. Вы знаете только фирмы, которые уже существуют. Но вы же не слышали о компаниях, которые еще не основали. И не дай бог вложить деньги в одну из первых компаний, которая не станет лидером. И потерять возможность инвестировать до момента появления этого лидера. Это один из пунктов такой политики. И второй вариант – это альтернативные затраты времени и ресурсов главных партнеров. Возвращаясь к идее повышения эффективности, замечу, что у нас типичная компания, которая состоит из восьми главных партнеров. И при полной нагрузке каждый из партнеров находится, возможно, в 10-12 советах директоров компаний, которые нам подотчетны. И знаете, инвестирование выглядит словно пробивание ограниченного количества отверстий. То есть, после каждого капиталовложения пробивается отверстие. И когда сделаны все отверстия, то возможность инвестирования пропадает. По большому счету, так и работает венчурный бизнес. Можно считать, что каждое непроделанное отверстие на билетике, который принадлежит нашим главным партнерам, в каждый конкретный момент – это дополнительный ресурс, который компания может использовать, если не профинансирует данную компанию. Но после каждой проделанной инвестиции необходимо сделать определенное количество отверстий по очереди. Таким образом, сокращается возможность компаний заключать новые договора. И каждый новый вклад перекрывает доступ не только к числу фирм, что конкурируют, а также к другим договорам, которые мы часто физически не успеваем заключить. Таким образом, возвращаясь к уже вышесказанному, замечу, что если данная компания очень хороша и кажется очевидным, что она получит венчурное финансирование, так почему бы не дать ей финансирование? И по сути, если бы у нас были неограниченные возможности, то мы так и поступали. Но учитывая, что мы ограничены группой фирм, которые конкурируют, и у нас нет лишнего места в совете директоров, даже из-за более выгодной перспективы, то через это мы вынуждены иногда оставаться в сторонке. Я так понимаю, что лучше всего заранее сделать MVP, то есть прототип продукта, если хотим привлечь инвестиции. И так же я понимаю, что прототип должен быть довольно привлекательным. Но если на разработку прототипа продукта требуется много денег, то скажите, как вас можно было бы убедить сделать инвестицию в компанию, которая не может показать вам собственный продукт? На чем базируются ваши размышления по поводу инвестиций в таком случае? Обычно нас может убедить только сам основатель и его команда. То есть прежде всего мы инвестируем в людей, а не в идею продукта. Идея продукта довольно часто очень изменяется. Поэтому сперва мы вкладываем деньги в команду. Если команда состоит из бывших пользователей, то ее оценка будет соответственно ниже, пока основатели не достигнут убедительного успеха. В нашем случае, если на момент инвестирования у основателей нет ничего, кроме бизнес-плана, то мы обычно сотрудничаем с основателем, с которым мы уже работали раньше, но с довольно известным основателем. И по умолчанию подразумевается, что речь всегда идет о веб- или мобильных B2C-сервисах. Но существуют и другие типы компаний, например, по разработке корпоративного программного обеспечения, прикладного программного обеспечения СААСа. В большинстве случаев такие компании не имеют MVP, им необходимо довести продукт до конца, чтобы начать его продавать. Кроме того, они часто густо создают продукты на стадии A. От MVP немного пользы, поскольку клиенты не собираются покупать MVP. Вместо этого им нужен уже готовый продукт, который они начнут использовать первыми. Поэтому компании необходимо привлечь 5-10 миллионов долларов, чтобы создать свой первый продукт. Но почти всегда мы имеем дело с уже знакомыми нам основателями. Какая идеальная структура управления компаниями? Ну что, давайте я, возможно, отвечу. К счастью, в нашей команде есть только я, еще один основатель и наш партнер из Андресен Хоровиц. Благодаря этому у нас возникает немного больше доверия и пропадает страх, что может прийти новый исполнительный директор и безосновательно уволит тебя. Но в большинстве случаев, если ты доверяешь своим коллегам, то со структурой компании, как правило, проблем нет. Дело почти никогда не доходит до голосования. И если и доходит, то это значит, что в данный момент структура компании очень нарушена. Большую часть прав и венчурных инвесторов закреплено за пределами управленческой структуры. Например, на финансовой стадии прописываются защитные поправки. Не можно влазить в долги, не можно продавать компанию, то есть очень много всего того, что так или иначе не можно делать без предварительной договоренности с коллегами. Это не так уж и сложно, как кажется. И являясь основателем, я понял, что если в компании все идет как надо, то у вас появятся безграничные возможности относительно инвесторов, независимо от управленческой структуры и прописанных правил на данной стадии. Независимо от того, плохой это инвестор или хороший, он даст на этом этапе свое согласие. Инвесторы хотят разделять вашу позицию, но если все пойдет плохо, то будет уже не важно, какие защитные механизмы вы внедрили в свою систему. Например, вдруг в конце дня вам необходимо отойти от условий и привлечь больше денег, и если все проходит гладко, то они имеют все козыри на руках, и они готовы переобсудить все условия. Точно, они изменят все условия. Так происходит, когда компании идут на крайние меры. И уже не важно, какими были условия до того, за пять раундов все равно будет все переобсуждено. Я считаю, что это и есть фундаментальное правило привлечения средств. По-другому, это можно перефразировать вот так. Все складывается хорошо, если основатель держит под контролем компанию, но если требуется больше денег, то все может сложиться плохо, если все будет под контролем инвесторов. Я был членом совета правления около 20 лет, и публичное или приватное я никогда не голосовал за то, что шло в разрез пользы компании. Никогда не голосовал. Да, никогда не голосовал. Было много обсуждений, много разногласий, много проблем, зато я никогда не голосовал против своих убеждений. Это решение всегда было четким до конца. Оно было единодушным или близким к един... Оно всегда было единодушным или близким к единодушному. Хорошо, и спасибо вам, друзья, что вы нас посетили. Спасибо.